В Якутске завершилось 22-е заседание российско-американского партнерства. Форум собрал членов правительств, представителей деловых кругов, научного сообщества, субъектов Дальнего Востока России и США. Два дня шел обмен мнениями и опытом по укреплению и расширению двусторонних связей. В итоговый документ вошли конструктивные предложения с обеих сторон. Главная цель партнерства – создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса двух континентов. Юлия Михайлова продолжит. Несмотря на простую внешнеполитическую обстановку, руководство Якутии удалось собрать за одним столом американских и отечественных специалистов. Существует огромный потенциал в отношениях между Россией и США. Мы обсуждали много вопросов о сотрудничестве, о возможностях в различных областях, такие как туризм, транспорт, связи и так далее. В центре внимания участников Международного форума не только сотрудничество в энергетике, инновациях и туризме, но и вопросы развития арктических территорий. На этот раз говорили подробно о дальнейшем развитии Северного морского пути, а именно обеспечении безопасности прохождения судов. Вот что предлагают американские партнеры. Сейчас эта тема, она, конечно, в фокусе внимания все больше и больше, особенно от азиатских стран, которые будут являться, конечно, основными перевозчиками различных грузов по этому пути. Но как только этот путь, собственно, заработает, здесь уже выгодоприобретателями станут все регионы, которые находятся по пути курсирования, в частности, вот республика Сахай-Якутия, так как на ее территории находится порт Тикси, также будет получать какой-то эффект от этого пути. На прошедшем заседании РОТОП Арктика рассматривалась отдельной секцией. На ее развитии должны отразиться и ряд недавно принятых революционных законов, а от АССР о выравнивании энерготарифов. Российская законодательная база, как отметили участники РОТОП, создает самые благоприятные условия для крупных инвесторов, для малого и среднего бизнеса. Американский бизнес никаких озабоченностей по поводу делового климата в Якутии не высказывал. Так что можно сделать вывод о том, что в Якутии создана благоприятная законодательная база и благоприятный инвестиционный климат. И здесь очень много возможных направлений сотрудничества. И мы узнали, что уже здесь присутствует целый ряд американских компаний. И многие американские компании высказывают заинтересованность в развитии сотрудничества с Якутией. Якутия – самый крупный регион в мире, имеющий обширную территорию в зоне Арктики. И то, что РОТОП обратила на этот регион самое пристальное внимание, говорит о том, что проблемы региона, жизнь коренных народов, освоение арктического шельфа должны быть в центре внимания двух стран. Юлия Михайлова, Евгений Рязанский, Новоказаха, Якутск.